Поплавочная удочка Он будет засыпан снегом, передвигаться по нему тяжело, ну и соответственно рассчитывать на какой-то приличный улов не приходится. Для того, чтобы уйти от нуля и наловить хотя бы на луку латвичек, окушков, подлещиков, значит, необходима очень тонкая и сбалансированная снасть. Сейчас я это вам и продемонстрирую, как правильно оснастить и огрузить оснастку. Итак, друзья, теперь несколько слов о тех снастях, которые я буду использовать. Вот такую удочку я использую, очень легкая, грамм 15 весом, с катушечкой оснащена, такой жесткий довольно-таки холыстик. Вот здесь вот есть колечко вот такое, куда сначала я пропускаю леску, а затем уже креплю ее вот здесь. Значит, также удочка оснащена вот такой ручкой. Ну, видите, предельно простая, очень легкая ручка из неопрена, приятно ее брать в руки, она как бы не холодная. Значит, это про удочку. Теперь, дальше, на удочку я наматываю метров 10-12, ну, в зависимости от глубины основной лески. Основную леску лучше всего использовать цветную, потому что прозрачная на снегу видна плохо. Естественно, снасть должна быть предельно тонкая, но основную леску тоньше 0,14 я никогда не использую, потому что тогда эта леска будет постоянно путаться и удовольствия от рыбалки вы не получите. Вот такую темную леску я использую, вот 0,14 коричневого цвета, не путается и хорошо видна на снегу. Значит, ну, далее поводок. Поводки я буду использовать, значит, длиной полметра. Вот такая замечательная японская леска, довольно-таки, ну, на мой взгляд, она тоже бюджетная, но качественная. Здесь диаметр соответствует заявленному, вот, например, 0,091. Ну, вот тоньше леску я, не знаю, смысла особо не вижу использовать даже в глухозиме, потому что при поклевке, ну, подлещиков какая качественная. Качественная бы леска не была, но если есть шанс поймать, там, на полкило или грамм на 700 подлещика, ну, будут обрывы, будут обрывы. Ну, платвичку ловить, да, можно и 0,08, конечно, использовать. Значит, ну, и когда, если рыба покрупнее клюет, вот, 0,104 диаметр. То же самое, Мамой Промакс, японская леска, использую зимнюю для поводков, очень, леска очень качественная. Значит, на конце, на конце, сейчас я это все покажу, конечно, как я буду монтировать. Значит, на конце поводка будем мы крепить либо мормышечку, обычно, если ловим с насадкой, я ловлю с насадкой, я использую вот такие очень хорошие мормышки. Мне нравятся тульские, ну, если где-то окуня, можно и покрупнее использовать, ловить диаметром 2,7 миллиметра, вес 0,25, 0,26 грамм. Сейчас я ее покажу, достану. Капелька. Отлично, платвичка, подлещик на нее отзывается очень хорошо в период глухозимия. Вот такая, друзья, такие вот мормышки. Вот, покрупнее покажу. Меленькая. Но для ловли платвы очень хороша. Значит, поплавок или 1 грамм, или 1,5, но тут в зависимости от глубины ловли, значит, если, конечно, метров 10, глубина лучше все-таки 1,5 граммовый использовать. Мы обязательно поплавок, я сейчас покажу, будем подгружать. Но на конце у нас все равно вот такая маленькая мормышка. Естественно, она поплавок не утопит. Мы добавим груз. Значит, ну и также в глухозимии очень хорошо работают на поплавочной удочке вместо мормышки. Можно оснащать и вот таким вот крючочком. Крючки на крючках экономить не стоит. Это крючки Овнар. Вот, смотрите, диаметр проволоки 0,28. Тончайший крючок, 16 номер. Ну, на него отлично даже одного мотыля можно насаживать, он не растекается. Ну, и результат не заставит себя долго ждать. Итак, начинаем оснащение. Итак, основную леску вместе с поводком соединяю петля в петлю. Затем... Так, леску пока уберу. Затем вешаем поплавок. Поплавок у меня, видите, из двух кембриков крепится для того, чтобы леску не перетирать. Значит, вот так одеваем в один кембрик. Вдеваем. Ну, так устанавливаем. Ну, вот после того, как одели поплавок, привязываем мормышку. Ну, мормышку привязываем любым. Это уже не принципиальным способом. Так как тульские мормышки оснащены кембриком внутри, это предотвращает мормышку от обрыва и потери. Они довольно-таки дорогие. Ну, я вот таким способом привязываю. Ну, его сейчас, это, наверное, и не видно. Но это не важно. Так. Обязательно смачивайте. Ну, все. И вот так кончик отрезаем. Мормышку мы привязали. Поводок 009. Поплавочек. И сейчас перейдем к огрузке. Самый, один из самых важных моментов. Вот я прицепил груз вот такой. Значит, его я ставлю на поводок. Поводок, напомню, у меня сантиметров 50-60. Значит, поставил вот так вот я такую дробинку. Дробинка, ну, заявлено, там, 1,2 грамма. Значит, мормышка 0,26. Поплавок, ну, кажется, 1,5 граммовый. Ну, мы сейчас посмотрим. Значит, смысл огрузки в том, чтобы поплавок плавно-плавно тонул. Мормышка находилась на дне, а груз был, ну, я его приподнимаю, чтобы он не мешал. А груз плавал на сантиметров 30-40 на дном. То есть, я его по поводку подниму. Ну, вот смотрите. Вот на данный момент, вот так, довольно-таки плавно, ну, практически угадал. Но, все равно, для глухозимия это поплавок тонет довольно-таки быстро. Я еще слышу в емкости удар мормышкой об дно. Это значит о том, что, конечно, надо либо спилить, либо подрезать вот это основное грузило понемножку. Сейчас понемножку буду его подрезать, и до того момента, пока вся вот эта снасть, оснастка, будет плавно-плавно опускаться на дно, тогда малейшее прикосновение рыбы к мотылю на мормышке сразу отзовется поклевкой. Итак, начинаю подрезать. Ну, делаю это, делаю это просто ножницами. Ну, подрезаю груз. Можно спилить напильником. Ну, небольшие вот кусочки. Небольшой кусочек. Срезали. И проверим, что у нас получилось. Наверное, еще маловато. Ну, вот видите. Тонет уже лучше, но все равно еще, смотрите. Еще подрезал я груз. И вот плавно-плавно опускается поплавок. Ну, это все, конечно, для водоемов без течения, водохранилищ. Вот видите. Вот сейчас огрузка отличная. Значит, дальше как я делаю. На водоеме я поплавочек снимаю, леску сматываю там, ну, до той глубины, которая у меня есть. Само вот это грузильце, я его поднимаю. И мормышка, сейчас я это покажу. Мормышка будет находиться на дне. Ну, груз я поднимаю повыше, но просто глубина в моем баке, она меньше. И важно, сейчас посмотрим, мормышку будет видно. Важно здесь, вот смотрите. Вот, вот что должно быть. То есть груз висит в пол воды, мормышка находится на дне. Ну, не в пол воды, а на величину вот эту, которую мы поднимем. А поплавок, его ставите на 3-4 сантиметра. Он должен быть утоплен в лунке. И тогда любая поклевка будет видна. Вот, смотрите. С вами правильно огрузили оснастку. Ну, в общем-то, вот и все. На этом все. Всем ни хвоста, ни чешуи. Увидимся на водоемах.